Первое, что меня, скажем так, поразило, это то, что у нас на моей памяти и вообще по истории забытность украинской милиции, наверное, это первый случай нападения с целью захвата административного здания райотдела милиции. Это первое. То есть, судя по всему, причины и условия, которые изучались членами комиссии МВД, которая сюда прибыла и здесь принимала граждан, осуществляла прием в течение двух недель. Они уже уехали, да? На данный момент члены комиссии некоторые работают, но они работают точечно по направлениям и по заявлениям тех граждан, которые обращались со своими проблемами. К первому заму министра, который здесь присутствовал, к дубовику Виктору Борисовичу и к начальнику главного штаба МВД, который, соответственно, возглавляет эту комиссию проверки деятельности Врадьевского райотдела. Вот это первое, что меня поразило. То есть, я так понимаю, точка кипения была достаточно... Но Вы уже приехали, когда ситуация, я так понимаю, стихла, да? Никак нет. Нет? Как раз в самый разгар? Я приехал сюда на утро 2-го числа, как только меня довели приказ к министру. Соответственно, события, которые были первого вечера и в ночь на второе, да? И дальнейшие события, которые развивались еще на протяжении 4-5 дней. Да, поэтому это первое, что поразило меня, то есть, все-таки, ну, это вопиющее, я считаю, нарушение общественного порядка, нападение на райотдел, то есть, какие-то барьеры, границы, да, моральные, в том числе, которые существуют у народа, но, допустим, это можно, это нельзя, да? Да, вот здесь были переедены полностью, причем они были переедены не основной частью населения в Радельке, а люпинским элементом, я так считаю, на всяком случае... То есть, Вы находились здесь, Вы видели, да, вот конкретно тех людей, которые... Конечно, я видел тех людей, которые всячески пытались возобновить штурм, и на протяжении 4-5 дней оставалась такая взрывоопасная социальная обстановка была. И основная задача, которую, в принципе, я поставил лично перед собой, и передо мной поставил Министерство, это навести порядок непосредственно в райотделе, успокоить людей, как находящихся в стенах райотдела, так и находящихся на территории Врадельского района, показать, что МВД разбирается, то есть, виновные будут наказаны, соответственно, те, кто совершил преступление, либо ранее совершал какие-то коррупционные деяния, те также будут наказаны, прием граждан осуществляется, принимаются все, без исключения заявления, в том числе, жалобы на действия работников милиции, надлежащее разрешение этих жалоб, и, соответственно, приведение порядок работы райотдела. Продолжение следует...